Великой Победы 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 Якова Семеновича Еселевича Вы видите здесь продолжение русской классической школы. Посмотрите, какая графика. Она безупречна. Яков Семенович Еселевич родился в 1915 году в Ачинске. Специальное образование получил в Красноярской художественной школе, которую окончил в 1939 году. Когда началась Великая Отечественная война, Еселевич идет на фронт. В составе 374-й стрелковой дивизии сражался под Ленинградом. Художник и на фронте не оставлял карандаша и кисти. В дивизионной многотиражке в атаку за годы войны были помещены сотни линогравюр-художника. Портреты лучших бойцов, эпизоды боевых подвигов, плакаты. После победы Яков Еселевич возвращается в Красноярск и снова включается в творческую работу. На его картинах врачи, колхозники, чабаны, пастухи, герои войны, герои труда, ветераны народного образования, бойцы-конники, старые большевики. И многим посетителям не надо читать таблички под картиной. Посмотрите, Олег, говорит мне известная телеведущая Раиса Прокопьевна Рассюлини. Яков Семенович нарисовал и мой портрет. Это 92-й год. Совсем молоденько меня нарисовал. У меня образы все очень психологичные. Психологичный портрет. Это образ не пустой. Любой возьмите, он с душой делает. И очень чувствует характер человека. У него это всегда было. Пойдемте, покажу, это мой родственник, говорит одна из посетительниц выставки. И ведет делегацию через весь зал к портрету врача. Второй зал выполнен полностью графикой и акварелью. Собственно, эти два выставочных зала и все, что к ним прилегает, и само это здание Красноярского дома художника построено в том числе благодаря Якову Семеновичу Ясилевичу. Народный художник России Валериан Алексеевич Сергин сказал на открытии. Этот дом начали строить наши художники. Ясилевич, Худоногов и Руйга. Яков Семенович – живой, трепещущий жизнью человек. Мы жили весело, постоянно в поездках. Писали людей, природу. Тут и позднее втащил самовар с пельменями. Ясилевич играл на балалайке. Почему эти картины так воздействуют? Потому что здесь живые люди. Я просто кланяюсь этому человеку. Народный художник России Анатолий Павлович Левитин сказал. Эта выставка – свидетель того, как замечательный художник Яков Ясилевич любил жизнь. Любил людей. Я познакомился с Ясилевичем в 1956 году. Посмотрите внимательно, какие характеры на картинах. Он не любовался собой, когда писал. Он любовался человеком. К труду художественному они относились как шахтеры. «Досконально, самоотверженно», – отметил художник Валентин Теплов. Две дочери художников Худоногова и Ясилевича вспоминали. «Вот там доярка нарисована, я ее хорошо помню. И эта же доярка есть и на этюде моего папы. Они вместе писали. Этюдник рядом с этюдником стоял. Союз художников в те годы был одна семья. Потому что они все прошли войну. Они благодарны были жизни. Потому что видели смерть. Дело не в академии, не в художественной науке. А в той особенности – радоваться миру вокруг. И благодарности ему». Председатель Красноярского союза художников Сергей Ануфриев сказал. «Мы помним и чтим память поколения, которое создало нашу организацию. Построило этот дом художника. В этом году две выставки посвящены столетним юбилеям наших земляков. Художнику Якову Семеновичу Ясилевичу и Адель Хакимовичу Абдурахимову. Ныне здравствующему. Это потрясающие люди. Вся жизнь в искусстве – это про них». В нашей рубрике, посвященной 70-летию Великой Победы, мы рассказываем о красноярцах, деятелях культуры и искусства, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Мы в музее 69-й школы, одном из лучших школьных музеев России. В экспозиции, посвященной знаменитым альпинистам братьям Абалаковым. Самые известные советские альпинисты Виталий и Евгений Абалаковы родились в Енисейске в 1906 и 1907 годах. После смерти отца братья переехали жить в Красноярск. «Первыми вершинами их были столбы. Учителем рисования в школе номер 9, где учились братья, был Каратанов. Именно Каратанов дал справку Евгению Абалакову для учебы в Хутемасе». После окончания школы Виталий уезжает учиться в столицу, он станет известным инженером-изобретателем. На следующий год в Москву на учебу приезжает Евгений. Он станет известным скульптором. «Он был любимым учеником Веры Мухиной. И Вера Мухина, которая была женщиной строгой очень, она сказала, что это образец человека». «Но горы – их мир». Именно братьям Абалаковым предстоит сделать самые выдающиеся восхождения в истории альпинизма в нашей стране. Начало истории отечественного альпинизма – 1933 год. Первое восхождение Евгения Абалакова на пик коммунизма. Группа стала нести потери с самого начала. Скончался носильщик Джумбай, сорвался со склона и погиб Николаев, затем отравился Шиянов. Высота – 6900. У Готье – желчная рвота и сердечный приступ. Горбунов не дошел 300 метров по гребню, у него начались галлюцинации от кислородного голодания. Дальше идет один Евгений Абалаков. До вершины остается около 40 метров. Он падает, пробует встать и не может. Он ползет на коленях. 3 сентября 1933 года – 7495 метров над уровнем моря. Банка с запиской о восхождении закреплена в камнях. Время – 17.00. Выдающийся красноярский альпинист Евгений Абалаков совершил первое в истории восхождение на самую высокую точку СССР – пик коммунизма. Это событие 1933 года было приравнено к гражданскому и спортивному подвигу и явилось достижением мирового уровня. 1934 год. Следующей вершиной для покорения братьями Абалаковыми стал пик Ленина. По стране катились новые волны сталинских арестов. После доносов арестовывают Виталия Абалакова. Пытают, выбивают все зубы. Он пробудет в сталинских застенках два года. Евгений Абалаков добровольцем идет на фронт. В 1942 году немецкая команда начинает операцию «Адельвейс». Таким образом было понятно, что без специально обученных бойцов Кавказ не удержать. Угроза потерять нефть Баку и Грозного была реальной. И поэтому по приказу Берии, кстати, это НКВД этим занималось, были собраны все альпинисты со всех фронтов. Некоторые, к сожалению, погибли. Но вот так вот из-под Москвы, просто из боя, вытащили Абалакова Евгения и перебросили его на Кавказ. И там он учил наших солдат. В 1942 году было выпущено 12 горно-стрелковых отрядов. Если в октябре вот эта школа в Букуриане была открыта и 5000 бойцов было выпущено, то уже в начале 1943 года мы уже сдернули этот фашистский флаг с Эльбруса и «Адельвейс» отступили. Кавказ был спасен. 23 марта 1948 года Евгений Абалаков при трагическом стечении обстоятельств погибает в Москве. Официальная версия – отравление газом от неисправной газовой колонки. Родственники в эту версию не верят. Через два месяца Евгению Абалакову предстояло совершить первое восхождение на пик победы, а дальше в планах был Эверест. После 10 лет вынужденного перерыва из-за инвалидности Виталий Абалаков вернулся в альпинизм. Конструкторская мысль Виталия Абалакова совершила переворот в альпинистском снаряжении. Это все придумал Виталий Михайлович Абалаков. Создал вот такой вот тип рюкзак, который стал уже потом действительно во всех лакерях альпинистских уже первым атрибутом, так сказать. Раньше это были неудобные мешки бесформенные, с которыми было неудобно ходить в горах. Как ледоруб разработанный им, молотки скальные, кошки. Даже карабин его, карабин, в другом месте, Абалаковский карабин так и называется. Виталий Абалаков руководил примерно 150 восхождениями, трижды восходил на пик Ленина. Опять фамилия Абалаков звучит как альпинист номер один. Это все на этой неделе. Увидимся на концертных площадках и в музейных замах. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!